Эй, секс по мне, лук в говне, платонические евреи Сотни сук хотят идеи, софистических парней Аристотель, Катафаун, Стофилософ, Кандельяк Делать мыслы, делать мыслы, делать мыслы, блять, вот так, yeah Ребят, население России скатывается в демографическую яму, помните? Теперь это смотрим Его надо заполнить За последние 25 лет население Земли выросло на 2 миллиарда человек С 5,7 до 7,8 миллиарда Рост составил чуть больше трети Но соблюдение баланса не присуще этой теме Население разных стран росло по-разному Канадцев стало больше на 8,5 миллиона Британцев на 10 Но вот зато китайцы, индийцы и нигерийцы постарались за всю планету Китайцев стало больше на 200 миллионов Индийцев на бешеные 416 миллионов человек Нигерийцы вообще родили людей больше, чем текущее население Германии Плюс 98 миллионов А это практически двухкратный рост населения за 25 лет Но и тут вы спрашиваете У Нигерии клевый кинематограф, насколько я знаю То есть Если бы я где-то и хотел родиться как просмотрщик кино Это была бы Нигерия Или не Нигерия У них вроде реально... Или Чад Я не помню Либо у Нигерии, либо у Чада Где-то, короче, в Африке есть охерительный кинематограф по типу Болливуда Вот там трешак творится дикий Это кайф Где же находится Россия? За последние 25 лет население страны сократилось на 2,3 миллиона человек Бывает Оставив снижение 1,5% Тема роста населения многогранна Она не заканчивается только размножением У каждой страны свои причины и последствия текущей ситуации Так что усаживайтесь поудобнее Потому что мы вступаем на территорию аморального Где-то даже евгенического Не путайте с Евгениальным Потому что здесь мы выведем коэффициент Сколько детей надо рожать Существует ли демографическая яма И при чем здесь экономика? Давай Давайте отбросим эмоции Давайте мы забудем все эти пафосные речи о том Что каждый человек это личность С глубоким внутренним миром Неповторимым характером И уникальным опытом Да, только статистика Только голые циферки Которые ничего не значат Согласен Ну давайте только циферки Я не против Поехали Нас скоро будет 9 миллиардов Поэтому в большинстве своем Каждый из нас лишь песчинка на побережье Настроиться на правильную волну Поможет нам Генри Форд Который воспринимал человека особым образом Как орудие для производства Из этих 7882 специализированных работ Для 949 требовались сильные, здоровые И практически совершенные в физическом отношении мужчины Для 3338 были нужны мужчины с обычной физической силой Большую часть оставшихся могли выполнять женщины или подростки И мы обнаружили, что 670 могут быть выполнены безногими мужчинами 2 637 одноногими 2 безрукими 715 однорукими И 10 слепыми В экономической системе человек представляется таким орудием Которое можно разделить на три стадии Иждивенец, рабочий и пенсионер И во влажных фантазиях экономики Человек должен рождаться сразу 16-летним И создавать добавленную стоимость Покупать товары на рынке И оплачивать налоги государству Но, к сожалению, такого не бывает И экономика терпит Первые 16 лет человека ради следующих 50 лет трудоспособного возраста Где человек приносит пользу обществу Возраст после 60 воспринимается как воздание по заслугам за время трудоспособного периода Поэтому получается так, что вот этот человек посередине Ну, это скорее в России может быть как-то так и считается Ну, как бы платят пенсии обычно не очень большие Поэтому воздаяние такое себе А на Западе, как я понял, люди сами себе на пенсии копят По большей части То есть пенсии выделяются не из общего бюджета А каждый сам для себя берет и начинает, в общем-то, делать замечательные дела Представляете себе? Представляете себе, друзья? Кто-то откладывает себе всю жизнь на пенсию и потом на пенсию живет Вау! Нифига себе! Магия! И этот небольшой фактик, он несколько портит данную картину По отношению к так называемым пенсиям То есть так называемые пенсионеры на Западе выплачивают себе все сами И ввиду этого это не воздаяние по заслугам Буквально сам себе человек платит по заслугам Не, заботятся одновременно о двух категориях О, непосредственно своих 40 рублей, дай мне 40 рублей Ну, в России это условно так, да Алексей Марковников, 2000 баксов за сигарету Посмотрим Их еще называют дети А также своей работой обеспечивает выплату текущим пенсионерам И этот цикл проходит каждый человек От рождения до смерти, а вечным остается лишь система Так вот, для нормального функционирования системы ей требуется баланс А значит, население страны должно стремиться к нормальному распределению То есть, когда людей всех трех категорий одинаково Притом, желательно, чтобы еще мужчина и женщина были одинаково А где-то к окончанию жизненного цикла продукта Ой, то есть, человека Количество снижается В реальности это невозможно Поэтому могут быть незначительные отклонения Например, такие сейчас в США Такие в Англии Видите, небольшие ямы Или ямочки Здесь и здесь Но что нам эти за бугром? Посмотрим, что у нас У нас как-то так Ну, помимо очевидного, что мужики у нас дохнут как мухи после 65 А женщин после 40 намного больше, чем мужчин Здесь вы еще видите явление, которое называется демографическая яма Вот оно В чем, собственно, цимис Давайте сначала повернем график, чтобы было понятнее Пока это ощущается слабо, но через 20 лет, когда вся эта гора работяг начнет превращаться в пенсионеров У нас, бля Просто не будет новых работяг, которые смогут обеспечивать этих пенсионеров Да и всю экономику в целом Вы, как зрители нашего канала, уже знаете, что люди — это новая нефть Они являются генераторами НДФЛ Пополнение в пенсионные, медицинские, страховые фонды — это напрямую А косвенно они же расплачиваются за налог на прибыль, НДС, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы, иными словами Со снижением трудоспособного населения снизится пополнение в бюджеты государства Так еще и возрастет нагрузка со стороны пенсионеров А это значит, что государство в этом случае будет либо сокращать расходы Ага, как же Либо повышать пенсионный возраст, не индексировать и замораживать пенсии, отменять льготы способиями И самое главное — повышать налоги, чтобы компенсировать снижение доходов А это, в свою очередь, вдаривает еще сильнее по покупательной способности Тем самым загоняя в долгую эпоху экономической импотенции Поэтому любой стране нужно стремиться к нормальному распределению трех категорий А если страна не будет к этому стремиться, то тогда уже население будет стремиться в другую страну И на самом деле это нормально, если человек смотрит на другое государство как на поставщика услуг И это нормально, если поставщика он хочет сменить Но для этого нужно научиться разговаривать с новым государством Для этого требуется английский, и я рекомендую онлайн-школу Skyeng Да-да, вы про них слышали, но погодите, ребята очень сильно прокачались Они помогут подобрать курс английского языка индивидуально под вас И это не просто рекламный слоган, это чистая правда Привет, слепой крот, рад видеть Классических выборов уровня типа Beginner, Intermediate, Advanced есть курсы под конкретные задачи Вы айтишник, который хочет поступить в иностранную компанию? Вот ваш курс Планируете освоить международный деловой язык? Пожалуйста Вы маркетолог, фармацевт, менеджер? Такое есть у них Или просто человек мира, который планирует путешествовать? Тоже имеется Все эти программы уже прокатаны многолетним опытом Благодаря нейросетям просчитаны тысячи гипотез и все для одной цели Чтобы вы получали удовольствие от обучения Вы даже можете поменять преподавателя, если он не понравится Про прокачанную удобную платформу, про 10 тысяч преподавателей с 30 стран мира Вы и так это знаете Так что, чтобы открыть доступ к другим странам Кликайте по ссылке в описании Не забывайте промокод SKYGAP Чтобы получить два урока для новых учеников А если оплатите пакет занятий сразу после регистрации Не, я не пропускаю Реклама охуенно А мы переходим к главному вопросу Как мы вообще докатились до демографической ямы И сколько нужно произвести людей, чтобы из нее выбраться Иными словами, сколько нужно родить детей? Ууу, аморальщина! Зачем нужно? Нужно, нужно родить детей Ну просто с экономикой будет посложнее Ну умрут старики Как говорил Чибисов, какая разница, ребят? Ну какая разница, ну честно Ну обойдется, умрут и умрут, да? Выживают сильнейшие Одна из ключевых проблем, что у нас долгое время умирало людей больше, чем рождалось В июне этого года умерших оказалось в полтора раза больше, чем родившихся Круто Глазами статистики выглядит это так Вот вы видите количество смертей А количество рожденных находится заметно ниже Между ними вот такая здоровенная дыра И чем она больше, тем хуже Вы видите, что за все время существования современной России было лишь пять лет, когда эти два индикатора были равны Все остальное время работаем, так сказать, в минус И что же вы предлагаете? Рожать, бабоньки, рожать как можно больше Если быть точным, нам необходим суммарный коэффициент рождаемости 2 и 1 Ну это значит, чтобы в среднем по стране женщина детородного возраста родила 2,1 ребенка При таком раскладе, через 25 лет, а точнее через 30-35 из-за пенсионной реформы Когда гребень работяг начнет превращаться в пенсионеров И их начнут подхватывать рожденные дети сегодня Почему сегодня? Ну по идее это наделось прямо сейчас Работяги же не молодеют с каждым днем А пока с коэффициентом рождаемости у нас прям беда, зацените Нужный коэффициент у нас был лет 60 назад И то там, скорее всего, с учетом всех советских республик А все остальное время мы мельчаем Кстати, обратите внимание на небольшой подъем после 2006-го Мы к нему еще вернемся А пока мы мельчаем, господа И по прогнозам ворлдометра Уже через 30 лет нас станет меньше еще миллионов на 10 А от всей земли мы составим 1,4 на 10 Ну меньше и меньше Ну печально, да, что делать Ну да, экономика просядет Че делать? И снизимся с сегодняшних 1,9 А ученые-изланцы так вообще протягивают невероятно Шат, когда демографию повысишь, поднимешь Да легко, давайте мне 8 жен и кучу бабла И я за вас подниму демографию, ребят Давай я придумал план, короче Смотрите, я генетически совершенное существо Я физически развит, я интеллектуально развит Я кандидат наук, короче, смотрите Вы работаете, платите мне много денег Я завожу 64 жены И у каждой будет по 8 детей Обязательно, регулярно В общем-то И все это за ваши деньги Если вы согласны, я подниму демографию в нашей стране Готовы? Да ладно, 64 Давайте 128 Да ладно, 128 Давайте еще больше Все зависит от ваших донатов, ребят Если будет достаточное количество донатов Чтобы содержать целую деревню Моих детей и жен Тогда вообще без проблем Подниму демографию Скалер Этимный тренд до 2100 И говорят, что россиян Будет даже меньше 90 миллионов А это значит Сильно упадем ниже 1% населения земли Так как мы оказались в ситуации Когда россиян начинают производить все меньше и меньше Частенько Власти винят во всем 90-е Ииии В этом есть доля правды Я продался Давайте посмотрим внимательнее на нашу демографию Давайте Вот эта ямка Вторая мировая Это Эхо войны И закономерный переход От высокой рождаемости К низкой Во всех развитых странах Другое важное событие Произошло ближе к нам Вторая половина 90-х годов Когда случился дефолт А с ним пришли бедность Невыплаты зарплат Голод Разруха И глубочайший провал в численности населения Смертность Я думал наоборот считается Рождаемость в полтора раза Я думал наоборот просто считается Лол Ну ладно Я думал наоборот Ну окей То есть Мы примерно в этом июне Вернулись в 90-е Так описывает последствия 98-го года Профессор высшей школы экономики Олег Матвейчев Как было рожать Если люди элементарно выживали Зарплаты не платили по полгода Разорялись предприятия На что было растить И содержать детей Теперь давайте посчитаем 90-е годы у нас были 25 лет назад Поколение родившихся в 90-е Сейчас само входит в детородный возраст Но это малочисленное поколение Поэтому естественно Что если самих по себе Этих людей мало Они и рожают существенно меньше детей На ГГ ничего сегодня пока что Да и к тому же Пришли еще демократические И капиталистические ценности Запада Сразу после разбора Пока ничего Россияне По примеру Европейских семей Начали рожать после 25-30 И все больше рассчитывали На наличие накоплений Перед рождением ребенка Завтра гендама Гендама А еще ведь Получение образования Тренд на сильную Независимую Самостоятельную женщину Волны феминизма Осознанность Рефлексии Появление понятий Типа абьюзерства Токсичные отношения В общем Идея Дал бог зайку Подарит и лужайку Как-то Начала сдавать позиции Ну ладно Если не получается Решить вопрос С собственными силами Давайте попросим Другие страны Не знаю О чем подумали вы Но я говорю О миграции Ежегодно Миллионы людей Из стран бывшего СНГ Направляются В нашу страну Так надо Чтоб нам мигрировали Не люди Из стран бывшего СНГ Из нормальных стран Ай лол Ну вы понимаете О чем я А можно пожалуйста Нормальных людей К нам Ладно Да я шучу Трану Особенно из Узбекистана И Таджикистана Но к сожалению Их усилий Тоже оказывается Недостаточно Вот смотрите Вот так росла Россия матушка За счет мигрантов А вот Настолько смертей Было больше Чем рожденных детей То есть За 27 лет Мы должны сказать Спасибо Прибывшим 9 миллионам мигрантов Без них Картина была бы Куда плачевнее Пока Мы опустим Вопрос квалификации И образования Таких кадров В отличие От тех же США Куда мигрируют Люди Чтобы остаться У нас миграция Носит сезонный характер Наша трудовая миграция Не предполагает Переселение К нам приезжают Сезонные работники К нам Чаще приезжают Чтобы отправить деньги Стоп Стоп А куда этот чувак Отправляет Который верхний Посередине Куда это он там Что он Блять Э Алё Что за картинка Он Северный полюс Что ли Отправляет Северным ледовитым Там кто-то У него живет И вот тут Пауза Как думаете В какую страну Отправляется Больше всего денег Из России Украина Ну Беларусь Наверное Беларусь Украина Беларусь Беларусь 5 секунд На размышления Произнесите Название Этой страны У себя В голове Украина Или Беларусь Разношу Ставки на две Страны Украина Если Украина То смешно Если Беларусь То наверное Беларусь Узбекистан Думаете Не подлогом Давайте ребят Кто хочет Поиграть в игру Давайте попробуем Бесплатно Но давайте Ставки сделаем Куда Куда Таджикистан Узбекистан США Пишет слепой крот Казахстан Все Почти много Кто проголосовал Болгария Пишет Элизабет Итак Фаворитом По получению Российского капитала Является Швейцария Ха-ха-ха-ха Он наебал нас Он нас наебал Швейцарские банки Конечно Ну Ну чувак Нас наебал Ребят Ну конечно Швейцария А кто же еще Конечно Швейцария Ну очевидно Ну лол Ну простите Ну да Ну кто мог подумать Ну это очевидный был ответ Но мы проебались Мы не подумали Об очевидных вещах Конечно Так и есть Че И только потом Идет Узбекистан Да Офшоры Именно Карл Голубов Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха Ну конечно Очевидно Очевидно Жидан Таджикистан Вот полный список Бля А где Болгария Что А где Кипр на девятом месте Где Где Украина Я шучу Понимаю что в Таджикистан Беларуси нет Узбекистан Узбекистан Киргизию Армению Азербайджан Пересылают деньги Как раз Те сезонные Мигранты Но вот интересно Какие мигранты Пересылают такие суммы В Швейцарию США И Британию Для страны Конечно лучше Если бы эти деньги Оставались в стране Ведь меньше денег Меньше благосостояния Меньше населения Меньше денег И это Порочный круг Данные кстати Максимально официальные Открытые От самого Центрального банка Так что Все Они там Знают Ладно Помимо денежных дел Ко всем Перечисленным причинам Добавляется еще Его величество Ковид Да как вы Заеба Так давайте Скажем сразу Ни одна страна Не показывает Достоверное количество Умерших от ковида Ни Одна Бывает Ну потому что Точное количество Знает лишь Господь Бог Но Независимо от цифр Которые рапортуют Власти У нас есть Один способ И этот способ Называется Избыточная Смертность Эти страшно Эти страшные слова косвенно подсказать, сколько власти не досчитали ковид-ассоциированных летальных случаев. Не в точных значениях и грубо, но тем не менее. И вот, например, в Мексике происходил настоящий трэш, когда люди умирали в два или даже два с половиной раза чаще. А вот Сингапур, который после выхода из локдауна и ведения массовой вакцинации держится на уровне семи процентов. Или Израиль, который в принципе первым начал массово всех чипировать, смог остановить пик и с сорока процентов опустился где-то на 15. Кстати, помните, что наши власти говорили, мол, вы посмотрите какой трэш там в США происходит, а вот мы борцуны-молодцуны. Ну давайте посмотрим. Да, вот график США действительно неприятный, доходит до 52 процентов. Но как только мы накладываем Россию, получается то же самое. Где-то больше, а где-то меньше. Правда вот по последним данным мы резко оторвались вверх от клятых амеров. Ну а что еще интересно? Это так любимая официальная статистика. Мы не можем говорить, что власти врут. Нет. Давайте будем говорить, что опираясь на данные избыточной смертности, у нас есть скепсис по поводу соответствия официальной статистики и реальности. Притом скепсис присутствует по поводу многих стран. Например, Германия, как бы не досчитала 20%, Южная Африка 190%, США 3% 30%, а Россия 550. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что? Что? Почему? В общем, в этом скепсисе и несостыковке показателей можно копаться долго. Можно вспомнить, как во всем Причем в прошлом году по какой-то причине резко выросли смерти от пневмонии в 2,4 раза. А не от ковида, по данным Росстата. Но всю суть можно уместить в пару предложений. Ковид действительно бьет по демографии, повышая смертность. Избыточная смертность за весь период составила 665 тысяч человек. И дело даже не в том, что фальсификации вскрываются, а в том, что позже придет другой ковид. И странам нужно быть готовым не к тому, как маскировать реальное положение дел, а как с этим работать. Потому что в противном случае грядет вымирание населения страны. Да уж, регуляция неповторимых личностей. Население стран меняется по всей планете Земля. Меняется по разному и по разным причинам. Че, может привиться уже? Оно тоже не решается. Причина тому развития контрацептивов и женского образования. Есть даже грустный случай в Исландии. В этой стране проживает всего 341 тысяча человек. То есть это примерно как в республике Тыва. И вот Исландия старается увеличить население за счет мигрантов. Коих там, кстати, около 11%. Оно и понятно. Начал встречаться с девчонкой. А она, оказывается, твоя двоюродная сестра. Природа такие смешения не одобряет. А вот в Центральной Африке... Нормально. Двоюродная сестра так вообще самое то. В смысле природа не одобряет? Природа такая, ну типа... Эээ, так природа отвечает. Ну ээ, типа, нормально. Если бы природа такие смешения не одобряла, то размножение в деревнях было бы практически... Ну, не то чтобы невозможно, но пришлось бы очень долго думать перед выбором вашей суженой-ряженой и так далее, так далее, так далее. Угу. То есть троюродные, двоюродные, троюродные, там, четырехюродные родственники вполне так себе что-то размножаются. Почему вы через триста откинете слепой крот? С чего вы это взяли? Вы будете смотреть стрим Александра Шадова еще миллиард лет. Я еще жить буду миллиард лет. И вы будете со мной миллиард лет стримить здесь. Совсем обратная ситуация. Там нет факторов образования и контрацептивов. Поэтому прогнозируют, что к 2050 году 40% всех детей на планете Земля составят африканцы. Воу. И несмотря на снижение рождаемости, заболеваний, иммиграцию, средний прогноз к 2100 году указывает на потенциал иметь население в 4,2 миллиарда. В смысле не надо? Надо. Надо. Никто не будет умирать, ребят. Все мои зрители будут жить вечно. Мы создаем новую религию. Мы все бессмертные. Да даже не миллиард лет мы никогда не умрем. Мы будем вести стримы все в бесконечное количество времени. Я буду вам помогать, ребят, выживать в этом скучном, ужасном миллиардолетнем мире. Мы будем учиться творить и создавать миллиарды лет. Миллиарды, 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 миллиардов. Как вам такое? Континент. То есть где-то 38% от мирового. В России причин для вымирания намного больше, чем было пересказано в этом ролике. Но если попытаться создать какую-то общую формулировку, виновата опять экономика. Как в 90-е она была основной причиной создания демографической ямы, так и что-то похожее мы испытываем сейчас. Помните, мы смотрели на коэффициент рождаемости, который с 2007 года начал быстро переть вверх? Я думаю, вы уже догадались о причине такого подъема. Единственная причина роста рождаемости третьих детей – введение выплаты 450 тысяч рублей на ипотеку. Рождаемость вторых детей также перестала падать и чуть подросла из-за увеличения суммы мат-капитала с 483 тысяч до 639. Да, выделение денег оказывает какой-то эффект, но это не системный подход, а практика тушения пожаров. Во-первых, мы вообще не касались условий, в которых этот ребенок появляется. То есть уровня образования и дохода родителей. И поверьте, я не говорю о том, что все родители должны иметь научные степени, два бизнеса и четыре автомобиля, не дай боже. Я лишь говорю о том, что если для родителя в вопросе зачатия ребенка решающим, я подчеркиваю, решающим фактором оказывается разовая выплата в полмиллиона, то у меня большие сомнения в благоприятности условий этой... Ну, при этом в неблагоприятных условиях можно вырасти нормальным ребенком. Вау. Можно вырасти полезным членом общества, который будет делать что-то крутое. Можно даже не получать высшее образование и делать что-то крутое, и быть полезным членом общества. Можно быть фантастически офигенным членом общества, делая... Ну, не знаю, произойдя из бедной семьи. Даже из очень бедной семьи. Можно быть просто замечательным человеком. Ну, то есть, я знаю много примеров людей из бедных семей, которые пробились и были... В итоге стали даже интеллектуалами, хотя не у всех было высшее образование, но реально умнейшие люди. А можно и в норм семье хорошей вырасти подонкам, дебилам, бесполезным овощам, дегенератам и так далее. Да, действительно, король голубом. Ну, наверное, здесь как-то влияют процентные соотношения. Процентные соотношения. Ну, может быть, действительно, в хороших семьях чаще вырастают хорошие дети, а в плохих семьях относительно плохие дети. Но все же, знаете ли, как говорится, get rich or die trying. Да, то есть, разбогатея или умри. Ну, или лучше сказать, заработай или умри. Ну, кто не сможет зарабатывать в нашем мире, ну, они умрут. Это жестоко, но они умрут. И в конечном итоге, да, рождаемость у бедных родителей детей, беспросветных, бедных, в итоге, либо их заставит работать, искать себе работу там на заводе, где-нибудь в других местах, выполнять полезные вещи, выполнять полезные функции для общества, ну, либо сдохнуть. Не одобряем. Смерти людей не одобряем. Но вот, к сожалению, вынудит их так или иначе приносить нам пользу. Ты семьи. Во-вторых, даже в условиях хорошего образования и дохода есть такой тренд на снижение рождаемости. Стоит просто взглянуть на показатели рождаемости сельской местности и городских жителей. Вы посмотрите, горожане рожают процентов на 40 реже. В традиционном аграрном обществе дети рассматривались как дополнительные рабочие руки в хозяйстве, поэтому рождение детей имело экономический смысл. Кроме того, большое количество детей является гарантией продолжения рода в условиях относительно высокой детской смертности. В-третьих, сейчас рождаемость могла бы стимулироваться уверенностью в завтрашнем дне. А мы пока уверены лишь в том, что в магазинах вырастут цены. И очередного человека приз... Владимиру пишу по поводу ДНД, что Максим предложил 500 рублей, которые он задонатил, возможность для закупки упроги для игры, вот это вот какое-нибудь, одно из двух. То есть, это допустимый варик, я написал, если ты смог бы такую освоить и захотел бы париться. Вот. Знают иноагентам за альтернативную точку зрения. Здесь правильное звучит примерно так. После революции 1917 года Российской империи... Ну, в общем, мы обсуждаем эту тему. Если Максим нас смотрит, я предупредил Владимира на всякий случай. Шадов, какие ты выполняешь полезные функции для общества, кроме того, что ты два месяца платишь налог? Я образовываю людей, я образовываю зрителей, мы с вами веселимся, мы с вами приятно проводим время. Работяги, да, вы работяги, прекрасные, замечательные, крутые. Мы с вами весело проводим время, интеллектуально, иногда, иногда просто весело, иногда просто гачемиксы, иногда просто кринж. Короче, я обогащаю вашу культурную и духовную жизнь, а вы мне за это в том числе платите. Как бы как-то так. Я выполняю роль... Шута, блядь. Ну да, я выполняю роль Шута и преподавателя отчасти. Когда как? Выполняю много ролей, несколько ролей и все они носят скорее духовный такой характер. Жрец и Шут одновременно. Прекратилось свое существование, а потом произошло... Шут, шут и жрец, шут, шут и жрец. Еще и крушение Советского Союза. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Если бы этих трагедий не было, было бы 500 миллионов человек. Хотя с последнего события, то есть с распада СССР, прошло уже более 30 лет. И за 30 лет население России только сократилось и продолжает сокращаться. Как количественно, так и относительно мирового населения. С 2,6 до 1,9. Нет, вы не подумайте, я не тупо хейчу. Просто появляется порочный круг. Чем страна богаче и развитее, тем более богатой и развитой ей нужно быть, чтобы продолжать быть более богатой и развитой. Ведь с определенного уровня благосостояния люди начинают искать еще более высокое благосостояние. Планка по рождению новых детей, так сказать, повышается. Сама по себе тема демографии очень сложная. В ней нет прямых корреляций. В неразвитых и бедных странах растет население по причине отсутствия образования, контрацептивов, экономики потребления. Но когда появляется культура и образование, люди начинают задумываться о достаточности экономических благ для производства потомства. Сможет ли ребенок жить лучше, чем родитель? Ну, кстати, это не во всех странах имеется такая корреляция, скорее всего. Я бы опять обратил внимание на то, что существуют разные культуры, разные общества. И, например, в каком-нибудь исламском обществе, судя по всему, какой-нибудь один богатый мужчина, шейх или не шейх, просто достаточно богатый, обеспеченный мужчина, может позволить себе несколько жен и может позволить себе их шпилить и может позволить себе рождать много-много детей в своей семье и на каждую жену по несколько детей может себе позволить сделать. Ну, он про Рашку, ну, понятно, что он про Рашку, я просто заметил, что такие статистики, они обычно проводят выборки и делают выводы статистические по тем или иным регионам. То есть, когда речь идет о том, что с ростом образования и богатства и там еще роста контрацептивов люди начинают задумываться о том, что это и это ведет к тому-то, тому-то и тому-то, ну, не всегда ведет, не во всех обществах и не всегда это просто является, ну, крыльятами. Просто у нас так сложилось, что да. А когда и эта потребность закрывается, появляется уверенность в завтрашнем... От Владимира, ребят, вам привет. И вместе с этим появляется уже квинтосоциальный вопрос, а нужен ли мне ребенок вообще и для чего? Может быть, я кота заведу? И, помимо личных вопросов, появляются вопросы глобальные. Вот когда население Земли достигнет 11 миллиардов, какой состав будет у этого населения? Какая пропорция образованных и не очень, богатых и бедных, будет ли хватать всем рабочих мест и ресурсов? Оказывается, за скучным словом демография кроется очень много интересных ящиков Пандоры. Ну, неплохой выпуск на самом деле. Ну, я, может быть, не экономист и нифига в этом не понимаю, но выпуск мне показался достаточно интересным. Интересный, интересный выпуск, короче, мои братья, такие, такие хорошие выпуски. Притом, несколько аморальных и неэтичных. А мы заканчиваем этот выпуск. Если захотите еще по такой теме, так и пишите. Материал еще есть. Вы знаете, комментарии мы читаем. А поделившись этим видео, вы поможете каналу. Увидимся на следующей встрече.